Первый в жизни международный старт закончился для самбиста Артема Суханова местом на пьедестале. Молодой человек стал серебряным призером международного юношеского турнира «Кубок Победы». Соревнования проходили в Абхазии, на них слетелось более 400 спортсменов. Против меня в финале вышел очень крепкий соперник. И считаю, что борьба была на равных. А до финала дошел, в принципе, без особых усилий. Артем Суханов занимается самбо с первого класса. Молодой человек тренируется в школе Олимпийского резерва «Родной край». С детства он вместе с папой смотрел за выступлениями именитых спортсменов. А сегодня сам выходит бороться. Я, наверное, переживаю больше, чем сын. Он спокойный, а я очень сильно нервничаю. На днях юноша вернулся из Зеленограда и вновь с медалью. Артем занял второе место на открытом турнире по самбо на призы ветерана спецподразделения группы «Альфа Плюснина». Раньше мой коронный был бросок, спина с колен. Но все растут, все его потихоньку начинают узнавать. И я ищу новые свои броски. Его соперником и верным товарищем стал Михаил Жидяев. Молодые люди дружат и вместе ездят на соревнования. С турнира в Абхазии Михаил привез бронзовую медаль. У всех разная подготовка. Кто-то, например, с Нагорного Карабаха борцы были физически сильнее, чем, например, из России. С Ростова также были, с Белоруссией. Михаил считает, что самбо развивает не только мышцы, но и силу духа. Он тренируется три часа в день по будням вместе с ребятами, а в выходные продолжает заниматься самостоятельно. На турнире Михаила Жидяева сопровождает папа, его главный болельщик и в то же время критик. Какие-то выводы делаешь для себя, для него, подсказываешь, где ошибки, где правильно, где неправильно. Именно умение подниматься после поражения и идти вперед – главная черта спортсменов. Примером бойцовского характера для ребят стал Али Куржев. Он получил звание заслуженного мастера спорта, выше которого в самбо уже нет. База наша, и тренировки проходят только здесь. Бывают сборы, но помимо сборов здесь два раза в день мы тренируемся, шесть дней в неделю. Конечно, тренер всегда находит что-то новое по тактике, по физической подготовке. У нас всегда разные упражнения в тренажерном зале. В спортивной школе Олимпийского резерва родной край больше тысячи воспитанников. И каждый из них при желании и упорстве может стать новой спортивной звездой. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».